Всем привет! Некоторое время назад в социальной сети ВКонтакте в группе компании Форслайн появилась вот такая вот новость из содержания которой мы понимаем, что в 2024 году компанию Форслайн ждет расширения ассортимента Это и новый рюкзак, это и административный подсумок который мы могли видеть на фотографии, хотя о нем ничего не написано а также вот такой вот медицинский подсумок первого эшелона под наименованием Шанс Данный подсумок полноценно еще не запущен в производство и я держу в руках его предсерийную версию Некоторое количество таких подсумков было отправлено ряду лиц, которые могут их покрутить в руках потестировать, так скажем, поэксплуатировать показать подписчикам, ну и дать ту или иную обратную связь компании Одним из таких счастливчиков являюсь я О нем сегодня я вам и расскажу Поехали! Но перед тем, как перейти к самому подсумку, я бы предложил разобраться в терминологии и назначении медицинского подсумка первого эшелона Он необходим для того, чтобы разместить в нем медицинское обеспечение для оказания самопомощи То есть той помощи, которую мы будем оказывать сами себе А теперь давайте разберемся Какую помощь может оказать сам себе рядовой боец на поле боя Наложить турникет или жгут Наложить давящую повязку из бинта или бандажа В колоте бейсбол Ну, наверное, и все Давайте будем честны Будет ли делать боец сам себе тампанаду с Z сложенным бинтом? Ну, наверное, нет Будет ли вставлять себе нозофарингеальную трубку в нос? Ну, наверное, тоже нет Ну, больше мне ничего не приходит в голову, что рядовой боец мог бы сделать самостоятельно, оказав себе помощь Если есть какие-то мысли на этот счет, пишите в комментариях Но, если быть честным, на мой взгляд, наверное, это максимум, который может выполнить рядовой боец на поле боя Таким образом, мы приходим к выводу о том, что Минимальный набор, который необходим для оказания самой помощи Это турникет или жгут Бандаж А бейсбол А, наверное, и все Что же я хочу всем этим сказать? А сказать я хочу следующее Из содержания того минимального набора медицинского обеспечения Мы приходим к выводу о том, что Данный подсумок не должен быть большим, так как укладывать в него нам особо нечего Подсумок должен быть компактным и удобным Располагаться где-то на основной части снаряжения Будь то частриг, будь то какой-то плейт карриер или боевой пояс Подсумок должен легко открываться, дабы мы могли добраться очень быстро До того медицинского обеспечения, которое нам необходимо для оказания самопомощи Должен ли быть подсумок отрывным? Да, многие писали там в комментариях Кто-то даже в личку писал Типа, а что форслайн и не сделали его отрывным? Так вроде как и незачем, чтоб он был отрывным Мы же не просим, допустим, подсумки под автоматный магазин отрывные Нам надо, чтобы этот подсумок находился в определенном месте Мы знали, где он Чтобы у нас была наработана та или иная мышечная память И в нужное время мы могли достать магазин Точно так же работают с подсумком первого эшелона Зачем нам его отрывать, что-то там его разбирать? Нет, он у нас висит где-то в определенном месте И мы имеем к нему быстрый доступ обеими руками Ну ладно, наверное я вас уже утомил своими рассказами Давайте перейдем к подсумку и покажу его конструктив Сам подсумок выглядит следующим образом На лицевой части подсумка мы видим вот такой вот клапан Маркировка форслайн и велкро для размещения патчей Ну типа крести какой-нибудь медицинский и так далее Данный клапан выступает в роли вот такого вот язычка За счет которого мы можем вытягивать содержимое данного подсумка Ну предполагается, что мы здесь размещаем жгут или турникет Попробуем чуть позже это сделать Имеется резинка, которая утягивает содержимое вот этого переднего подсумка Основное отделение на молнии И внутри мы с вами видим следующее На передней части есть вот такой карман для размещения чего-либо Резинка для размещения сюда, ну например бандажа Маленькая резиночка для размещения чего-то меньше, ну например там тот же фломастер И еще один кармашек Также для размещения какого-либо медицинского снаряжения В целом все Подсумок очень и очень прост Видим такой вот оранжевый язычок Который мы можем вынуть из подсумка и закрывать его не полностью Данный язычок нужен нам для того, чтобы мы могли быстро открыть подсумок и добраться до его содержимого На тыльной стороне есть стропы молли Подсумок занимает 6 строп молли в высоту 2 молли по ширине Здесь есть такое интересное решение Есть еще один карман, куда мы можем разместить ножницы Ну или что-то другое, что нам необходимо Сейчас мы с вами попробуем наполнить этот подсумок И посмотрим как это будет выглядеть в сборе Итак, я подготовил ряд медицины Это турникеты, бандажи, жгуты, бейсболы Сейчас я все это дело покажу Давайте попробуем наполнять подсумок Начнем с переднего клапана Возьмем турникет Рина Размещаем его следующим образом Закрываем клапан Все у нас прекрасно вылезает Для того, чтобы нам достать турникет Необходимо открыть клапан и потянуть его вверх Тем самым турникет, грубо говоря, выезжает наверх Ну и становится легко доступным Ничего не мешает нам не тянуть клапан Мы и так можем его достать Но в целом решение интересное Решение доступное Давайте разберемся с основным отделением Вот мы возьмем 6-дюймовый бандаж Подсумок в свою высоту позволяет размещать даже 6-дюймовый бандаж Шестерка отлично влезает Вообще без всяких проблем Ну, про четверку Понятно дело Влезет здесь Тоже очень и очень хорошо Для чего же нам вот эти вот два боковых отделения Ну, понятно В один мы можем вставить, допустим, маркер Для того, чтобы вписать время наложения жгута или турникета Ну, пусть он здесь будет Во второй мы можем укладывать, например, шприц Ну, снимая иголку Можем укладывать шприц Также у нас есть вот здесь карман для чего-либо Мы можем укладывать здесь как обейсболы Ну, давай открывайся Ай, замерзла Да, ту или иную ампульницу Да, и у нас с вами есть шприц Ампульница может быть такой Ампульница может быть такой Да, и шприц там можно даже размещать куда-нибудь вот сюда И в таком виде уже укладывать Либо это могут быть какая-то вот такая вот ампульница под шприц тюбики Которая убирается сюда И так же мы убираем вот в этот кармашек И все это дело прекрасно закрывается И размещается на снаряжении То есть тот самый минимум, о котором я говорил Да Турникет, бандаж, а бейсбол Отлично размещается в этом подсумке Давайте посмотрим Сколько же наш подсумок будет занимать Не будет занимать, а будет Ну, грубо говоря 100 миллиметров Ну, 10 сантиметров Давайте еще попробуем развести в нем жгут Не знаю, эсмарх, например Как видим, эсмарх также размещается здесь очень и очень хорошо Вот здесь уже приходится тянуть клапан Потому что жгут, ну, как бы сидит низко Глубоко точнее в подсумке Здесь тянем и достаем Ну, понятное дело, там Такой жгут тоже войдет Такой жгут, не знаю, видели вы, нет Жгут называется наш Делают ребята, если мне не изменяют память из Санкт-Петербурга Очень прикольный жгут, кстати Большое отступление, да? Ну, и он даже влезает Несмотря на то, что он такой, ну, толстенький жгут Такие дела Так, и последнее, на чем хотелось бы остановиться Это вот этот вот карман на тыльной части подсумка В него мы располагаем ножницы Которые вот так вот фиксируются за счет Velcro Несмотря на это, да, ножницы у нас очень легко достаются Ну и, грубо говоря, тоже находятся в быстром доступе Прикольно Давайте попробуем, разместим подсумок на снаряжении Ну и посмотрим, что из этого выйдет Будет уменьшать мою лоу-профальность Будет мне мешать Было зря Свою толщину подсумок практически не превышает Подсумок с уложенными в него двумя магазинами АК Нормально все это дело выглядит И нормально все это дело укладывается в общий объем Давайте попробуем достать турникет и открыть подсумок быстро Чтобы мы могли добраться до снаряжения, до его внутренности Одной рукой, да, пробуем это сделать Есть И пробуем открыть подсумок одной рукой, используя вот этот вот оранжевый язычок Как видим, у меня в доступе сразу же ампульница под шприц-тюбик Для того, чтобы я мог, да, сделать себе бейсбол Ну и бандаж у меня также в доступе Фломастер улетел, мы его потеряли Так, давайте фломастер сместим Теперь давайте попробуем закрыть подсумок Ну все в принципе доступно Еще раз Пробуем теперь левой рукой Турникет есть Пробуем открыть подсумок Все у нас открывается Все достать мы можем Что не может не радовать И правой, и левой рукой мы можем как открыть подсумок, так и достать его содержимое Вообще я бы попробовал разместить данный подсумок где-нибудь на пашнике Дабы доступ был, ну не надо было тянуться, а доступ был вот прям такой где-то в районе там низа живота или паха Но в целом и так вот функционал он свой выполняет Отвечая на вопрос про размещение подсумка на 3 часа там 9 часов, ну грубо говоря на боку Вот я разместил подсумок на 9 часов, грубо говоря под левую руку Если левой рукой я могу еще, да, делать какие-то манипуляции с подсумком и добраться до его содержимого То правой рукой сделать это уже невозможно Именно поэтому я и говорил, что подсумок неплохо бы размещать где-то вот, ну грубо говоря на фронтальной части Там на 12 часов, на 11, на 13, да, грубо говоря, вот здесь Потому что размещая сюда, под сумкой я добраться уже не могу Ко всему прочему, это я еще делаю стоя Да, там с колен, ну то же самое А если так сложилось, что я допустим еще упал на левый бок То до подсумка я вообще не доберусь никак Короче, будут с этим проблемы И давайте попробуем последний вариант размещения подсумка на напашнике Ну в моем случае напашник выполняет функцию абдоминальной защиты, но тем не менее Данный вариант размещения подсумка, на мой взгляд, более удобен, чем предыдущий Да, здесь вот наши руки в естественном положении, то есть опущенные вниз Могут очень легко добираться до подсумка, что левой, что правой рукой Можем добраться до турникета Можем открыть подсумок Можно делать это сидя Да, само собой Можно делать это там лежа Лежа в эту сторону Ну и естественно лежа в другую сторону Больше вариантов размещения медицинского подсумка первого эшелона, ну наверное нет Да, мы с вами попробовали разместить его на передней части там чистрига Ну или на переднем плейтбеге На напашном подсумке, на боевом поясе, да, там сбоку попробовали Ну и иных вариантов я просто-напросто не знаю Ну еще один нюанс по размещению турникетов Немножко отойдем от темы форслайнского подсумка Один турникет, расположенный в медицинском подсумке первого эшелона Это очень хорошо, конечно Но, конечностей у нас с вами 4 Ситуации могут быть разные И одного турникета может быть недостаточно Понятное дело, что в будущем, да, там допустим В подсумке второго эшелона, да, в каком-то Тоже вот показывал вам уже, да У меня есть там подсумок второго эшелона В нем лежит еще медицина И в нем лежит у меня и жгут, и турникет Еще один Но это надо достать Чтобы не придумывать, да, каких-то там вариантов размещения данного подсумка Типа сюда, 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 сюда Никто вам не мешает Помимо того жгута или турникета Или жгута и турникета Который расположен у вас в подсумке первого эшелона Дополнительно разместить где-то еще один Или два жгута или турникета Пусть это будет какой-то там, не знаю, маленький подсумочек Я в свое время переносил турникет и бандаж Вообще в подсумке под дым Да, ну как бы Вот он, подсумок первого эшелона Бандаж есть, турникет есть Все Никто не мешает разместить турникет Или жгут, да, в каком-то быстром доступе На тех или иных, там, не знаю, резинках На каком-то банджи-корде Никто не мешает разместить турникет в подсумке под турникет Да, есть там такие подсумки Вешают прямо на грудь, допустим К чему я веду? Не ограничивайте себя одним подсумком Да, так как в нем будет у вас только один турникет Повторюсь, конечности у нас четыре И одного турникета может быть недостаточно Одного турникета в быстром доступе может быть недостаточно Для любителей задавать вопросы, есть ли ИК-ремиссия Ответ не знаю, потому что прибора нет А попробовать не могу Для любителей задавать вопросы, а оригинальный ли это мультикам Думаю, что нет Вот оригинальный мультикам Можете сравнить цвет на видео Ну, мой взгляд, ну, очень похоже Понятно, что не оригинал, но тем не менее В каких будет расцветках данный подсумок Я пока не знаю, но думаю, что во всех тех расцветках, которые форстлайн шьет В тех и будет Стоимость подсумка также мне пока неизвестна В форстлайн ее не оглашали Если есть какие-то вопросы, есть какие-то предложения по конструктиву данного подсумка Может быть какие-то недовольства или какие-то, не знаю, дополнения Обязательно пишите их в комментариях Надеюсь, что форстлайны их прочитают А если они не прочитают их самостоятельно, то их покажу им я На этом, наверное, у меня все Кстати, ножницы достаются Не показал просто этого На этом, наверное, у меня все Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на бусти Да-да, есть бусти Там мы с вами летаем на квадрокоптере Скидываем гранаты в страйкбольные Переделывали ружье, распаковывали посылочки Разговаривали вот про эти чебурашки Ну и много-много-много всего На этом все Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok